всем большой привет меня зовут юля рада видеть вас на своем канале обязательно подписывайтесь если вы этого еще не сделали а сегодня хочу вам показать свою закупку в магазине светофор вы просили меня снять что же я там покупаю вот сегодня решила вам показать все что здесь представлено на столе а тут есть и мясо и рыбка и печень в общем много чего все было куплено именно в магазине светофор по адресу город курск улице 3 агрегатная поэтому расскажу вам сейчас что купила я что выбрала я что пробовал что нет и по ценам тоже сориентирую вот мой чек всю стоимость каждого продукта я уже написала на упаковках и в итоге к оплате было 1890 рублей на вот поэтому все что здесь есть я уже подписала ценники чтобы вас не вводить в заблуждение начинаем просмотр надеюсь на лайк спасибо всем приятного просмотра друзья свой обзор я буду начинать с тех продуктов которые нужно немедленно засунуть в холодильник или в морозильную камеру поэтому давайте покажу сначала что купила я мексиканскую смесь и стоит на 85 рублей за килограмм ну здесь примерно килограмм и есть вот на 89 рублей вышла у меня вот это огромная пачка я уже оторвала немножко этикетки чтобы вам показать что входит сюда состав составе у нас перец морковь фасоль горошек кукуруза и лук думаю что многие знают эту смесь она хорошая в светофоре поэтому отправляется у меня на сейчас в морозильную камеру далее хочу показать вам бекон классический я вам постоянно его показываю на обзорах магазине светофор вот такой вот он категория у него в и поближе я вам покажу состав я составом уже ознакомлено иногда покупаем балуем себя стоит 300 грамм здесь 114 рублей очень вкусно попробуйте возможно понравится и вам он очень тоненький очень мягенький немного каких блюд можно сделать и закуску на стол и другое далее что хочу вам показать это десерт с персиком монастырская буреночка производит 350 грамм здесь внизу вот такая вот масса желе какое-то с кусочками фруктов и я вам поближе покажу состав возможно кого-то заинтересует стоит он 40 рублей массовая массовая доля жира 3 процента все здесь указано такой еще не пробовала может быть у вас уже есть отзывы пишите понравился ли вам а я как-нибудь как попробую в обзоре расскажу понравился ли он мне далее наггетсы оригинальные светофоре заметила еще что есть рыбные наггетсы но не брала их как-то эти тоже мы еще ни разу не брали они такие крупные котлетки такие 79 рублей они стоили я конечно округляю копейки как вы просите постоянно и здесь целый килограмм давайте посмотрим что у нас по составу мясо птицы кожа птицы пшеничная клетчатка растительный белок соль вода питьевая смесь специй перец черный перец душистый чеснок кардамон кориандр паприка сухари панировочные также мука пшеничная вода соль и дрожжи мы вообще полуфабрикатами как бы не балуемся но решили взять положить пусть лежат на всякий случай в морозильной камере далее что хочу вам сказать это вот такую капусту квашеную по казачьи вот эта сама капустка пикантная один килограмм состав капуста белок соль пищевая поваренная сахар песок морковь в общем то и все стоит 52 рубля большая такая порция килограммовая тоже еще ни разу не брали все это ведерочки удобно в общем будем пробовать далее это килька балтийская неразделанная 700 грамм в этой упаковке 61 рубль захотелось такой маленькой рыбешки картошечки будет самое то ни разу не брали ее в светофоре как раз попробую в обзорах буду вам рассказывать как и что на вид хорошая и в принципе дата изготовления тоже нормальная я ее заметила ее только привезли и даже еще не выставили я взяла со стеллажа где ее подвезли и хотели выставлять так что мне подвезли конечно всегда смотрю срок годности беру что по свежее все равно нужно на это внимание свое обращать кстати если вы пробовали пишите свои отзывы будет интересно почитать а в составе у нас тут что килька вода питьевая соль поваренная пищевая пряности консерванты и 211 и все далее печень свиная замороженная но когда я не брала она была не очень замороженная ее только выложили свежак вот она еще даже видно что не замороженная 92 рубля килограмм кусок вот этот вышел у меня на 148 рублей принципе нормально это большой кусочек далее окорочок цыпленка бролера тоже замороженной там прямо знаете как было я сама выбирала не были расфасованы килограмм стоит 133 рубля я взяла их три штуки у меня вышло на двести восемьдесят пять рублей достаточно огромные большие да сейчас я вам достану покажу поближе в принципе все они вот такие вот одинаковые вот тоже ни разу не брала там окорочек чучки такие если выбрали пишите то обычное нормальное мясо это думаю далее что мы взяли это окунь рыбка по 218 рублей килограмм она была уже расфасованная но опять же не было сильно замороженной то есть только выложили прям хороший у меня заход был потому что все свеженькое он не крупный 5 таких вот рыбешек нам очень нравится окунь вкусненький полезненький беленький чистенький и цена радует и снова рыбка я с детства очень люблю камбалу по 110 рублей светофоре за килограмм тоже несколько рыбок и уже распространено все это было я открою покажу вам вот она рыбка они они знаете не крупные но очень вкусные напишите в комментариях пожалуйста есть ли с головами правда но тут такая голова как если любители камбалу такие же как и я ну что все скоро портящиеся вроде убрала остался правда вот еще йогурт один денежник давайте его и посмотрим тоже его не пробовала но хочу попробовать 50 рублей он стоил с ароматом и вкусом персика два с половиной процента покажу вам поближе состав кому-то понравится он кому-то нет данный состав в принципе меня устроил попробовать можно оставляем его в сторону и смотрим с вами дальше сгущенку вот такая варенка сгущенка вареная с сахаром стоила на 43 рубля кстати свеженькая в марте этого года была произведена 370 грамм и город алексеевка белгородская область производит состав вам покажу вот такой вот пишите пробовали нет понравилось или нет я не пробовала расскажу в обзорах когда попробую далее взяла обычную сгущенку цельное сгущенное с сахаром молоко жирность 85 процентов гост стоило 46 рублей тоже свеженькая март этого года орловская область производит здесь 380 грамм и в составе я смотрю что только цельное коровье молоко и сахар сахар роза в скобках все отзывы были они хорошие я помню вы написали что вкусненько далее соус обычно я не любитель разных соусов но почему-то это мне понравился какой-то он интересный внешне соус сладкий стебель бамбука особо вкусные продукты экзотическая какая-то серия рекомендована курица и региса стоил он 41 рубль здесь 500 грамм подробная информация и давайте посмотрим что у нас входит в состав вода питьевая сахар соль курага имбирь чеснок перец чили лимон регулятор кислотности уксусная кислота кукурузный крахмал консерванты сарбат калия и бензонат натрия произведено в россии город егорьевск московская область в общем тоже будем пробовать далее классический майонез мистер рику он уже давно продается многие его знают 89 рублей 800 грамм далее универсальная приправа 35 рублей она стоила натуральные овощи зелень и специи большая такая 240 грамм и в принципе я вот посмотрела по составу нормальненько все здесь все такое сушеное гензированная соль сахар овощи морковь зельдерей паприка чеснок лук репчатые томаты специи молотые и зелень сушеная куркума петрушка укроп кукурузный соус ну в общем то и все с недавнего времени у нас светофоре начали продавать огурцы свежие производства россия за килограмм 103 50 взяла три огурчика они все-таки крупные знаете но главное что были не мягкие на вид все нормальные три штучки взяла пока хватит светофор если что рядом следующий соус мариана 33 рубля деликатесный провансаль в общем я его купила для кляра отбивные пожарить или рыбку добавить самое то 430 миллилитров здесь кого интересует состав я конечно покажу поближе далее появилась вкусняшка в новинках и я решила что обязательно нужно пробовать это у нас печенье лисичка она называется килограмм 115 рублей вот смотрите какие зверюшки разные белочки зайчики и мишки с одной стороны они в сахаре а с другой стороны шоколадной глазури в общем обязательно нужно попробовать потому что все сладости почти мы пробуем светофоре как-то большинство нравится еще что хотела вам показать это вот такой вот русский кетчуп с луком и чесноком 30 рублей он стоил светофоре у нас южные помидоры россии в общем-то обычный стандартный нечего о нем больше добавить здесь в упаковке 350 грамм ну и обычная тут обычный состав вода томатная паста сироп гликозно-фруктовый уксус столовый загуститель соль чеснок лук петрушка морковь перец чили подсластитель сахарин все все друзья мои на сегодня вам показала весь свой список покупок нет еще не весь забыла не стала к продуктам ставить сегодня у меня была такая продуктовая что ли закупочка ну и купила я еще алтеза это у нас кондиционер для белья трехлитровый выгодная упаковка 86 рублей он стоит в светофоре мы его часто берем я вам об этом рассказываю всегда в светофоре когда его вижу меня все устраивает по жидкости по консистенции в принципе все нормально на свои деньги он отлично работает вот забыла вам его показать купила именно такой в принципе они есть еще несколько аромата но они не сильно отличаются у нас это скандинавская весна не особо даже аромат не выбираю все хорошо пахнущие ну все на теперь точно я закончила свой обзор спасибо вам за лайк пишите в комментариях делать ли еще такие обзоры или нравится вам или нет в общем все пишите все до новых встреч на сегодня с вами прощаюсь пока пока